Здравствуйте! Как вы выживаете? Вы подписались на мой канал? Вы поставили лайк под этим видео уже заблаговременно, потому что вы знаете, что видос будет офигенский. Меня зовут Дмитрий Трофимов, а вы находитесь на моем канале. И сегодня будет техника по конфликтам. Мы с вами продолжаем тему конфликтов. Когда-то я предоставил технику, называлась она «Что происходит на самом деле?». Сегодня будет логическое продолжение этой техники. Мы эту технику усугубим, мы эту технику улучшим. Мы добавим еще один элемент, который сделает из вас офигенски крутого чувака, который сможет постоять за себя, за своих родных и близких. И вы сможете поставить на место токсичного человека, а еще одновременно с этим вы прокачаете свой стеб. То есть вы начнете подкалывать человека смешно. Но опять же, вы сами будете выбирать, нужно ли это сделать что-то вроде подкола, чтобы человек немножко посмеялся, и вы тоже посмеялись. Или все-таки нужно постоять за себя и показать, кто здесь главный. Папка и мамка. Напоминаю, что если я что-то даю, не важно, где я даю, в машине, когда я еду, снимаю видео, в туалете сижу, снимаю видео, и вам предоставляю какую-то технику, либо я там, не знаю, полуголым или голым лежу в кровати, не важно. Если я снимаю видео и даю вам технику, это значит, что техника работает. Я не такой автор, как другие, что они просто сели в машину, надо о чем-то поговорить, поэтому я буду говорить о смысле бытия, а вы просто записывайте за мной. Нет, ребята, все техники, которые я даю, вы записываете, фиксируете, применяете, и ваша жизнь начинает меняться. Вы решаете свои проблемы. Все. Теперь пошла техника. Техника называется зацепить образ. Техника основана на другой технике, что происходит на самом деле. Техника, что происходит на самом деле, уже ссылка появилась сверху. Вы помните, давайте пример, что такое техника, что происходит на самом деле, и почему на основе этой техники можно применять другую технику. Допустим, давайте такую ситуацию. Мужчина заходит в магазин, либо вы заходите в магазин и хотите купить хлеб, батон. Вы подходите к лавке с хлебом И вот вы протягиваете свою руку, пытаетесь взять хлеб И в этот момент одновременно с вашей рукой еще одна Только рука побольше тянется по сравнению с вашей И эта рука накачанная, это женщина в возрасте 40 или 50 лет И она такая большая, грузная женщина И этот хлеб захотела именно она Соответственно, вы взяли этот хлеб, потому что вы первые успели Но женщина начинает на вас кричать, да, кричать, возмущаться Ах, ты такой там гад, ты забрал хлеб, а у меня 15 детей Ты посмотри, какая большая, я тоже хочу есть И она начинает вас каким-то образом атаковать И техника, что происходит на самом деле, заключается в том, что вы просто озвучиваете то, что происходит на самом деле И давайте потренируемся, что здесь происходит на самом деле Что мы видим? Женщина кричит на мужчину, да, если вы парень Но если вы девушка, то женщина кричит на девушку Что еще здесь происходит? Человек кричит на человека Что еще здесь происходит? Это происходит в магазине, да, магазин. Что еще происходит? У вас в руках хлеб, а женщина на вас кричит, да, то есть мы просто озвучиваем то, что происходит на самом деле. На основе этих данных, которые я только что озвучил, мы начинаем создавать образ. И вот тут минуточку внимания, прям предельно внимания включите, потому что, может быть, некоторые не сразу поймут, что я сейчас говорю, но я постараюсь максимально передать технику, которая называется зацепить образ. Или создать образ и зацепить образ. Смотрите, то, что происходит на самом деле, это факт. Факт, который вы видите перед глазами. Но когда вы цепляете образ, вы на основе факта начинаете генерировать какой-то образ, то есть то, чего не существует. Вы просто озвучиваете то, чего нет. Давайте возьмем факт. У вас в руке хлеб, на вас кричит женщина. Это факт. Образ. Образ – это то, чего не существует. Это просто ваша история, да, ваша картинка, которую вы создали. Это воображение, этого не существует. Вы говорите, эта женщина очень голодная, и она хочет отобрать вас эту булку хлеба. Это образ, да. Вы не знаете, голодная она или нет. Вы просто создаете то, чего нет. Соответственно, тогда вы так и озвучиваете. Ты сейчас или вы на меня сейчас так кричите, потому что вы очень голодная и хотите этот хлеб. Да, то, чего нет. Но когда вы это озвучили, это называется образ. Чем смешнее вы придумаете образ, тем лучше будет для вас. Во-первых, потому что очень хороший показательный пример, что образ действительно клевый, это когда вы сами посмеялись. То есть, если вы создали образ и вам смешно, вы тем самым прокачиваете также еще и степ. А если смешно будет и вашему собеседнику, это вообще мастерство ведения конфликтов, потому что вы таким образом конфликт разорулили. Но это не обязательно, чтобы собеседник либо атакующий каким-то образом смеялся. Если вы этого не хотите, можете не делать. Главное, чтобы вам было смешно. Ну или, по крайней мере, вы чувствуете, что вы постояли за себя. Какие здесь еще есть факты? Человек кричит на человека. Окей, кто-то может подумать, Дима, ну я не знаю, как создать какой-то образ. Что, что? Ну человек кричит на человека и что дальше? Чтобы вам помочь, чтобы вы могли направить свое мышление на создание образа, вам нужно задать себе вопрос. Какой человек это может сделать? Вы задаете себе вопрос, какой человек это может сделать? Человек кричит на человека, да? Это факт. В магазине, да? В магазине человек кричит на человека. А какой человек кричит на человека? Например, дрессировщик в цирке. Вот он потренировался на этих животных, покричал на них, потом пришел в магазин и он уже забыл, как общаться нормально с людьми. И он все, что может, это только кричать на людей, да? Потому что он считает, что это тоже животное. Тогда получается, мы озвучим то, что происходит на самом деле, да? Первую технику мы озвучим, говорим. Вы на меня кричите из-за какого-то хлеба. Вы дрессировщик животных, вы, может быть, сейчас из цирка только что, вы привыкли работать с животными и вы уже не можете нормально разговаривать с людьми. И вы начинаете на них кричать, потому что считаете, что таким образом они выполнят все ваши условия. А у вас сахарок есть, потому что без сахарка я не смогу отдать вам хлеб, да? Вы создали образ дрессировщика и попросили сахарка. Давайте еще пример. Это происходит в магазине. Какой человек может позволить себе кричать в магазине? Директор магазина или хозяйка магазина, да? Хозяин магазина. Он же может себе это позволить? Может позволить, потому что это его магазин, это его территория. Может это позволить, например, гопник на районе? Гопник считает, что это его магазин, что это его район, что это его территория. Может он это позволить? Может. И теперь мы озвучим опять же то, что происходит на самом деле. Что происходит на самом деле? Женщина кричит. Вы кричите на меня из-за какого-то хлеба. Вы, видимо, гопник в этом районе. И вы качаете свои права, потому что вы знаете, что вы здесь крутая, что вы здесь главная. И я должен отдать вам этот хлеб. Ваша задача максимально, насколько это возможно, раздуть этот образ. Во-первых, его нужно создать, а потом его нужно озвучить. Желательно его озвучить вместе с техникой то, что происходит на самом деле. Когда вы научитесь озвучивать то, что происходит на самом деле в связке, да, плюс образ, в какой-то момент вы можете уже убрать технику то, что происходит на самом деле, а сразу озвучивать образ. Например, женщина вам начинает что-то говорить, да, опять же говорит, отдай мой хлеб, ах ты скотина, там такой-то, такой-то, вы говорите, а вы что, дрессировщик животных? И только таким образом вы можете разговаривать, да? То есть вы фактически не сказали то, что происходит на самом деле, а сразу зацепили образ. Ваша задача воображать эти образы. Окей, подводные камни. Первый подводный камень. Дима, ты хочешь сказать, что нужно опуститься до их уровня? Я считаю, что если женщина кричит, или там какой-то человек кричит, следовательно, нужно просто не опускаться до их уровня, потому что это я слон, она моська. И просто пройти мимо, отдать ей этот хлеб. Ребята, если вы так думаете, эта техника не для вас. И вообще техники к поведению конфликта лучше не смотрите, потому что у вас сидят не очень хорошие убеждения, да, по теме конфликтов. Вы в какой-то степени себя запрограммировали, и я не смогу до вас донести эту информацию. Поэтому просто смело пропускайте это видео. Если все-таки вы понимаете, что нужно себя защищать, своих родных, близких защищать, от токсичных людей защищать, и плюс вы хотите, например, прокачать свой стеб, тогда эта техника для вас. Второй нюанс. Не приходят образы, да, фантазия не работает. Дима, что в этом случае делать? Вам придется постоянно задавать себе вопрос. Вам нужно тренироваться, это нормально. То есть, например, если вот я сейчас сижу в машине, да, что происходит на самом деле? Молодой человек сидит в машине. Окей, какие люди могут сидеть в машине? Гонщик формулы 1. Может быть, это разводит какой-то человек еду, да, доставщик еды. Это может быть просто водителя, которому очень нравится машина. То есть, ваша задача создать образ, и вам нужно вот таким образом тренироваться. Еще один вариант, как можно тренироваться. Вы просто вспоминаете любой конфликт. Так, берете бумажку, на эту бумажку записываете то, что происходит на самом деле. Только факты, никакие оценки, только факты. Там человек кричит на человека, человек говорит другому что-то. Это все факты. На каждом факте вы с другой стороны пишете образ. Задаете себе вопрос, какие люди так себя могут вести? Напротив каждого факта вы прописываете этого человека. И так каждый день по 5, по 10 минут вы будете тренироваться. И постепенно у вас в голове вот эта суть включится. Вы поймете, как нужно создавать эти образы. Тренировка, только тренировка вам поможет и решит проблему с вашим воображением. А то, что у вас якобы воображения нет, это неправда. Воображение у вас есть. Все, что нужно, это только тренироваться. Какие еще могут быть нюансы или сложности? Может быть такое, что вы легко можете это расписать, но в реальном общении вы не можете это включить. В этом случае вам нужно озвучивать то, что вы написали. Вам нужно это говорить. Когда вы пишете, вы тренируете мышление, но вы не тренируете говорение. И поэтому вам нужно это озвучивать. Допустим, опять же, я там вышел на улицу, ко мне подошел бомж Вася и говорит, деньги есть, лыжь, чё? А вы говорите, нету. А он говорит, да пошел ты и ушел. Это конфликт, конфликт. Тогда значит мы описываем, что здесь происходит. Бомж кричит на человека. Человек кричит на человека. Человек оскорбил человека, да, там как-то, там какой-то сказал неприятное слово. Это произошло на улице. Вы пишете все факты. После этого вы выписываете, какие образы здесь могут быть. Описали все эти образы, а потом начинаете эти образы озвучивать. Перед зеркалом можете просто прогуливать по квартире. Говорите, вот там такой-то, 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 да. То есть вы говорите это. И тогда это встраивается в вашу жизнь. И вам будет проще уже такие образы, во-первых, создавать. И вам будет проще потом такие образы озвучивать. Ребята, это очень важная техника. Эта техника очень крутая. Она реально вам поможет постоять за себя, да. Поставить также токсичного человека на место. Помимо этого вы прокачаете, опять же говорю, что прокачайте свой стек. Вам станет легче вести конфликты, потому что вы понимаете, что вы можете за себя постоять. Не пропускайте эту технику. Это очень важно. Не слушайте никого, да. Люди, которые будут каким-то образом говорить, что нет, эту технику бесполезно применять. Нет, там что-то еще. Нет, то, что Дима говорит, это чушь. Не верьте всем людям. Не нужно никому верить. Просто вызубрите эту технику. Начните ее тренировать. Прокачайтесь в этой технике. Научитесь ее легко включать. И вы увидите результат. Вы увидите результат. И я говорю, что результат 100% будет. Напоминаю, если вы хотите еще больше крутых видео, напишите обязательно комментарий. Именно по теме конфликтов. Напишите тогда под этим видео комментарий. Дима, я хочу еще больше техник по конфликтам. Или Дима, можете задать какие-то вопросы по этой технике. Напишите. И тогда меня это мотивирует. И я понимаю, что я могу еще что-то записать по этой теме. Помимо этого, подписывайтесь на мой канал. Если вы не подписываетесь на мой канал, у меня нет мотивации делать видео. Это серьезно. Я серьезно это говорю. У меня нет мотивации. У меня появляется мотивация. Меня прям зажигает и прет, когда я вижу, что подписались на канал. Ну и не подписываются от моего канала. Для меня это тоже важно. Поставьте лайк под этим видео. Ну и хорошего вам дня и настроения. Не важно, когда вы смотрите, даже если ночью. Я хочу, чтобы у вас было офигенски классное, крутое настроение. От всей души желаю вам я. Пока-пока.